Для предупреждения несчастных случаев на водных объектах сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области в течение учебного года проводят профилактические мероприятия с детьми. Всегда обращайте внимание и помните, что вода – это источник повышенной опасности. Как мы постоянно говорим, у воды без беды. На прошлой неделе занятия по безопасному поведению у воды прошли для учащихся школы номер 8 нашего города. Старший государственный инспектор по маломерным судам Игорь Самойленко и инспектор отдела безопасности людей на водных объектах Екатерина Зуева побеседовали со школьниками об опасностях, подстерегающих у воды. У нас в Смоленской области каждый год у нас на водоемах погибают люди из-за несоплюдения, невыполнения простых правил. Это купание в запрещенных местах. Это купание без разрешения, без сопровождения взрослых и старших. Это выход на неокрепший лед, когда он начинает только формироваться. Это выход на лед уже весной, когда все начинает таять. Инспекторы рассказали о весеннем половоде и его опасностях, напомнили и о правилах безопасного поведения на водных объектах в период купального сезона. В преддверии купального сезона мы обращаем внимание, что купаться мы разрешаем только в специально отведенных местах. Их всего два. Первый – это пляж, второй – это бассейн. Это те места, которые специально предназначены для купания. Они проверены спасателями. Школьникам также привели в пример неправильные поступки ребят и взрослых, которые закончились травмами, а в некоторых случаях и гибелью. По окончании мероприятия детям были вручены листовки профилактического характера. На занятиях мы рассказываем о рисках, которые подстерегают людей, нарушающих правила безопасности на воде. На территории Смоленской области наступила календарная весна. Начался паводок. Уровень воды увеличился. Озера и реки многие имеют крутые склоны, где трава и почва влажные. Поэтому есть риск подскользнуться, оступиться и упасть в воду. На данный момент температура воды очень низкая. Настоятельно вам рекомендуем соблюдать правила безопасного поведения на воде. Не подвергайте своей жизни опасности и берегите себя и своих близких. Сотрудники ГИМС надеются, что подобные занятия запомнятся подрастающему поколению, и они не окажутся в экстремальной ситуации. Я считаю, что эта лекция была очень важна как для нас, так и для других ребят, потому что с каждым годом количество погибших на водоемах не становится, и знания правил безопасности на воде очень важны для нас. Я буду соблюдать правила поведения себя на воде, потому что я очень ценю свою жизнь и хочу очень многого добиться в будущем. И не хочу, чтобы она так быстро оборвалась из-за какой-то детской шалости.